Приветище! Это симулятор снегоуборщика, но в данном случае симулятор превратился в триллер. Всё из-за вот этого безумного, огромного существа под названием Сескотч, или Йети, или Бигфут. Мы нашли шерсть, и это точно не призрак. Правда, мы ещё не находили его следов, но я думаю, что скоро они появятся. И вот по этой фотографии видно, что он довольно крупненький, этот Бигфут. И мы продолжим чистить снег и искать различные потусторонние фишки в этой игре. Мне также в комментариях говорят, что нужно чистить свою территорию, возможно, я тут найду деньги. Возможно, но это не точно. Территория здесь огромная, и для того, чтобы её почистить, мне нужен плуг. Я также просил в прошлой серии проголосовать, что же покупать, электрическую снегоуборочную машину или плуг. Мнения разделились, но был один комментарий, который сказал, купи плуг за эти деньги, потом ты срубишь бабла и купишь себе электрический снегоуборщик. Мне кажется, это максимально логично, потому что если я куплю снегоуборщик, то мне не хватит на плуг. Так как нам осталось совсем чуть-чуть почистить здесь домиков, три домика, и остальные по второму разу надо чистить. Но когда ты по второму разу чистишь, там денег платят чуть-чуть больше. Написано, что тут вот 392 заплатят, а вот ниже 320 долларов заплатят. В общем, надо съездить туда, посмотреть, что вообще по территории, сколько там нужно убирать. По шинам. Шины мы тоже... Сейчас деньги вообще не будем тратить, потому что нам нужно купить плуг. Одежду мы купили в прошлой серии. По поводу питания в комментариях писали, что покупай дорогую еду, потому что, несмотря на то, что она восстанавливает мало энергии по калорий, она меньше тратится. То есть ты вот съел, допустим, вот спагетти, у тебя восстановились калории, и эти калории будут медленнее убывать во время работы. Ну, мне кажется, что это бред. Что я съем круассан с калориями 800, что я съем спагетти, будет все убывать одинаково. Мне так кажется. Также мне рассказали про прочность. Вещи тут действительно теперь ломаются, но там схема расчета прочности иная. Как-то там сложно все это рассчитывается, но об этом позже. Поехали. Вначале посмотрим, что вообще нужно почистить нам. Вот это вот я бы тоже открыл, а то я, походу, от этого не уеду. И, возможно, мы что-нибудь еще найдем. Там какие-нибудь денежки закопанные, может быть, драгоценности или следы Йети, что приведет к его логову. Было бы прикольно, на самом деле. Значит, открываем карту и едем вот сюда. Посмотрим, что там нужно повторно очистить в этих домах, которые ранее мы уже убрали. 40-30 метров, 20-19. Ух, дрифтер я от бога. Вылазим, заходим сюда и смотрим. Вот они, мои снежные колобочечки тут валяются, которые я накатал в прошлый раз. Серьезно? Серьезно? Мне вот это... Ого, го, го, го! Тут территорию убирать, не переубирать. До туалета и еще задний дворик. Мне кажется, что здесь нам понадобится... А это что у него тут закопано? Что-то там закопано. Возможно, мусорка. Или это тен тут натянут. В общем, я думаю, что здесь нам нужен электрический инструмент, либо плуг. Ну, электрическим инструментом я буду долго убирать, а плуг... Ну, в принципе, на машине здесь можно заехать, если открыть ворота. Как бы, почему нет? Еще мне в комментариях говорили, возьми вот эту вот штуку, нашу ручную, ручной плуг. Прочисти им. Посмотри, как чистится. Вот так вот это чистится. Снег сейчас плотный. То есть, 240 килограмм за чуть-чуть. Потом сядь в машину. Сейчас мы садимся в машину. Проедь машиной по всему этому. Шины же тоже давят снежочек. Правильно? Ну, мне кажется, что пешком, конечно же, было бы шустрее. На машине тут не совсем удобно, но, в принципе, по территории можно ездить, если я прицеплю плуг. И тогда с плугом будет чиститься еще шустрее. Территория. Ну, вот мы проехали, смотрим. Да, вот тут колеса имеются. Достаем плуг. Погодные условия у нас меняются. Плуг, 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 плуг. Поехали. Ну, я бы не сказал. Шины не сильно нам помогают в данной ситуации. Они как бы помогают, но очень плохо. Проще, на самом деле, ножичками своими поработать чуть-чуть. И тогда будет лучший результат. Значит, мы едем сейчас вот в эти три домика. Вот, наверное, сюда сперва. И потом уже, когда купим плуг, будем очищать территорию домов, которые нужно очистить по второму разу. Так, мне кажется, более логично. В комментариях также говорили, что возле этого дома, там же за ним, получается, речка протекает и качели есть. В прошлой серии мы увидели возле этой качели Йети. И я говорю, почему же не было тогда следов, когда мы пошли за этим Йети, посмотреть, куда он там спустился в какую-то яму, куда я упал, и потом не мог выбраться. И я говорю, как так? Я же видел, что Йети шел. Я сфотографировал, у меня есть фотки его, а следов нету. И мне в комментариях такую догадку написали, что, возможно, это призрак. Там же говорили, что призрак девушки видели. Но эту догадку о призраке можно опровергнуть. Во-первых, то, что мы сделали фотографией, и фотка не размыта, и там призраком вообще никак не пахнет. А второе, это то, что мы нашли шерсть. Непонятно чью, но вроде бы как тоже от Бигфуда. То есть он физически существует. Но почему мы следов не нашли, это еще одна загадка. Есть тут кто? Уборка снега мажору. Хорошо. Сколько тут чего? Ого! Убирать тут тоже прилично. Но за уборку этого снега нам дадут 900 баксов. В принципе, можно и приступать уже. Ночь на дворе, как обычно. Поехали. Да, будем вначале ножками, по стариночке. А потом уже и ручным плугом. Изрешитил здесь все своими натоптышами. И метель. Ё-моё. Попробуем сейчас все это даже в метель убирать. В принципе, пока что легко. Если что, в комментариях также еще писали мне, чаек возьми, чаек, чтобы согреваться и не бегать в машину. Блин, ты видел, сколько термос стоит? 500 баксов. У меня нет сейчас столько денег. Я не могу себе позволить его. Вот когда куплю плуг, когда у меня деньги польются рекой, вот тогда поговорим про термос. Сейчас нам нужно зарабатывать на инструмент. Потому что чистка территории по второму разу, когда меня вызывает на второй раз, там уже совсем другие объемы по уборке снега. И лопата я там не отделываюсь. Там, если лопатой убирать, мне понадобится, наверное, час реального времени. А еще, а еще, в прошлой серии нам посоветовали пообщаться с Принцем Третьим. Как его звали? Ричард, по-моему, или как-то так. Но дело в том, что дома этого Ричарда Третьего у нас на карте нету. Возможно, ни один сосед еще ему, ну, то есть Принцу Третьему, не посоветовали нас. Чтобы мы убрали ему территорию. Поэтому надо сейчас вот чистить все дома новенькие. И, возможно, мы найдем этого Ричарда Третьего, который нам подарит технику. Вроде бы как с ним можно договориться, чтобы он нам дал или подарил, или как-то в аренду мы у него взяли более тяжелую технику, с которой мы сможем чистить дороги. Большая часть территории расчищена. Осталось всего лишь навсего дорожку до входной группы раскопать. И все. Можно забирать денюжки и ехать в следующий дом. Ну вот, собственно, и все. К утру Третьего дня я справился с этой территорией. Сейчас посмотрим, сколько реального времени мне пришлось потратить на всю уборку этой территории. 10 минут 58 секунд. Я получаю 900 баксов. Это был шедевр. Спасибо. Я действительно старался. Работа выполнена идеально. Мэр. Это реально. Это стоило усилий. А, мажор. Понятно, почему мажор. Это, короче, мэр этого города. Мы мэру делали работу. Он порекомендовал вам очистить снег с парковки на горе и территории владельца завода, а также с подъездных дорог. Это больше задача для пикапа с хорошим отвалом. Вот. Пошли уже работы с пикапом. Так что нужно завод почистить. Нужно дороги в горах. Ну и как бы будем сейчас скопить к... Посмотрите, что нового в магазине. О, кстати, мэр. Это же мэр. Появилась фигура мажор. Пойдем с ним поговорим. Здравствуйте. Вот как выглядит мэр. Спасибо, Нинеджизи. Нинеджизи. Это мое имя, что ли? Нинеджизи. Я нигде, кстати, не видел, как меня зовут, кроме тонкого свитера. Вы сделали хорошую работу. Я, не колебаясь, порекомендую вас своим друзьям. Вы уже встречались с моим соседом один? Ну, наверное, наверное, давай скажем, да. Да, он очень хороший человек. Я не знаю, о ком речь идет, но я сказал, что это хороший человек. Так как это мэр, вдруг он с этим человеком хорошо общается, правильно? Возможно, приятный, но он скучный. Всех своими фантастическими, еще более невероятными теориями замучил. Что это за теории? Рассказывайте. Он думает, что пришельцы появляются в нашем городе. Вы понимаете? Пришельцы. А, да, этого соседа, да, мы в прошлой серии, мы с ним встречались. Благодаря его догадкам я нашел шерсть Йети. В этом что-то есть. Я возвращаюсь на работу. Давайте, это безвредно. Давай скажем, об этом что-то есть. И тогда он подумает, что я тоже помешан на инопланетянах. Это безвредно, давай скажем. Это всего лишь безобидные причуды. Безобидные? Он однажды привел нас в город, где было 13 правительственных учреждений сразу. Вы знаете, тех, чьи имена сами по себе являются буквами. Вы не можете представить, что происходило в мэрии. Они что-то нашли? Почти 100 разных ученых рассмотрели каждый камень в городе и ничего не нашли. Не говорите мне, что здесь что-то есть. Так я и не говорил. Я сказал, что это всего лишь какие-то причуды. Спасибо, я возвращаюсь на работу. У вас есть мои контакты? Давайте созвонимся и будем на связи. Ну, как бы вот. Я еще могу с ним поговорить. Хочу сейчас попробовать ответить нет. Посмотрим, что он скажет. Нет, одолжен. Если вам нравится слушать сумасшедшие теории, то это точно для вас. Давай. Давай, я не верю в такую ерунду. И все, и на этом пока. Как бы хорошо, что я с ним поговорил на эту тематику. Значит, это мэр. Тачка у него неприглядная. Обычная Audi тройка, а третья, по-моему. Ну, все, территория очищена. Деньги мы забрали. Мэр нам 900 баксов дал. Территория у него, конечно, огромная. Давай посмотрим, кому он дал наши рекомендации. А я, в принципе, больше-то домов и не вижу. Вот, раз и два. Это два последних дома. Они были. И больше, как бы, ничего. Что ж, тогда едем дальше. Вот сюда. Будем чистить снег там. Нам бы еще не помешало подкрепиться. У меня два курасанчика еще есть с собой. Думаю, что... О! Здесь нам нужно дорогу очищать. Вон, смотри. Если бы у нас сейчас был плуг, мы бы ее чистили. Кажется, нам нужно повернуть здесь. Блин, блин, тормози, тормози, тормози. Ужас. Я как будто не по снегу, а по льду еду. Ну, скорее всего, под снегом корка льда. Поэтому такое движение. Девять. Вот, все, тормозим. Вот этот дом. Вроде бы, как это он. Здравствуйте. Описание уборка снега. Обратите особое внимание на снег за домом. Снег за домом. А что там такого? Пойдем посмотрим. На снег за домом. Он там желтый, что ли? Что на него обращать-то внимание? Следы. Причем такие аккуратные следы. Даже я так не хожу. Вот мои следы, а это кто оставил? Что за аккуратист? Так, подожди, откуда они вообще идут? Эти следы. От туалета? Ну, нет, не от туалета. От коробок. Они идут от коробок. И куда они идут, эти следы? Мне лупа нужна, детектив. Опа. Забор проломили. И вниз куда-то ушли. Мне нужно поговорить с владельцем. А чтобы с ним поговорить, нужно убрать эту территорию. Приступаем к очистке территории. Блин, началась пурга. Я только начал. И все. С этой пургой снег стал очень тяжелым. Я даже вот эту часть дорожки не могу расчистить нормально. Да. Может поехать домой поспать? Поехать поспать или лопатой? Калорий, кстати, не так много у меня с собой. Сейчас посмотрим, что там по круассанам. Два круассана. Ну, давай их съедим. Ехать домой так не хочется, если честно. Прибегнем к тактике протопки тропинок. Так будет проще, чтобы не ехать домой. Я даже представляю эту картину. Хозяин дома выглядывает в окно, а у него по участку носится снегоуборщик. Просто туда-сюда, туда-сюда, как будто в жопу ужаленной пчелой. Осталась финишная прямая, но сейчас это довольно сложно. Потому что калорий мало, еды нету, и снег очень уплотнен. Но я сейчас добью это задание. И получу... А, кстати, я даже не знаю, сколько я за него получу. Наверное, 600 баксов. Тут не так и много снега было. Но провозюкался я тут довольно долго. Мне кажется, больше, чем у мэра. Сейчас мы это узнаем. Тут придется немножечко лопатой, наверное, подкопать. Там фонари мне... Нет, мне туда дает копать. Снег счищать. Все. Вот этот квадратик мы сейчас лопатой раскидаем. Удивляет некоторых подписчиков, что лопата магический предмет здесь, который выкапывает снег и куда-то выбрасывает его. Тем самым снег исчезает просто с нашей лопаты. А вот всякие скребки и прочее-прочее так не умеет. Да? Такая вот магическая лопата. Как палочка Гарри Поттера практически. Палка-выручалка, хотел сказать. Вырубалка это не про эту игру. Хотя кто знает, что будет со мной, если я встречусь с Йети. Итак, 68 метров квадратных мы убрали за 10... Почти как у мэра. 10 минут мне потребовалось. И 600 баксов. Супер выполненные задачи. И, кстати, ты проверил, что это за странные следы за домом? Да, мы посмотрели. Я хочу поговорить с собственником. Также не забудь заглянуть в магазин за новыми инструментами или одеждой. Довольный хозяин порекомендовал своим друзьям, врачу и директору школы вас. Благодарю. А он выйдет из дома? Он мне расскажет, что это за следы, как они вообще там появились? Может быть, он что-то слышал? Я как детектив собираю крупицы информации о всяком сверхъестественном. Короче, хозяин не вышел ко мне. Я предлагаю сбегать сюда, где сломан забор, и посмотреть, куда следы идут дальше. Здесь он спускается. Тут следы прям отчетливые такие, черные. Я здесь вижу кое-что. Откопать, наверное, надо. Так, 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 что это такое? Вы нашли первый артефакт. Он определенно будет полезен когда-нибудь. Очень любопытно. Следы идут дальше. Я не умею плавать, и к речке я не подойду сейчас. Эх, жалко, если подняться повыше. Ну да, там речка, и он куда-то через речку ушел в горы, скорее всего. Кто? Ну, это йети, наверное. Мне так кажется, что это йети. Окей. Возвращаемся домой. Отогреваться. Хочу проверить. Я по расчищенному... О, я и по расчищенному, как по льду катаюсь. Обалдеть просто. Выходим, в общем, с машины. Пойдем посмотрим, что у нас в комнате. Какие крупицы по йети появились. Что-нибудь новенькое. Что-нибудь новенькое не появилось, кроме вот этого значка. Что это за значок? Кто ж его знает. Окей. Пойдем, сходим в магазин. Посерфим его. Что новенького нам тут покажут? Ну, колес вроде бы вот этих вот не было. Кстати, смотри, что написано. Совместимость пикап. А здесь совместимость свет. Что такое свет? Свет это какая-то техника под названием свет. Плуги. Ничего нового. Оу, оу, оу. Ты посмотри, какая одежка. А тут написано, вроде бы, минимальная температура минус 50. Максимальная минус 5. 12 карманов. В общем, ну, за 2000 это очень дорого, я тебе хочу сказать. Меня пока вот этот вот костюмчик устраивает. Когда раз богатею, куплю красный комбез. По еде. Мне нужно закупиться. Давай купим, наверное, спагетти за 9. Это здоровый и питательный прием пищи. И посмотрим, как быстро у меня будут тратиться калории. Ну и, конечно же, конечно же, круассанов. 5 штук. Вот. Съедаем спагетти. Ну, блин, ну, спагетти 9 долларов. Ты смотри, как круассаны, да, восстанавливают. Вот и думаю, после этого, стоит ли покупать за 9 баксов спагетти. По домам. Значит, у нас тут все не очень так и густо по работе. Есть два дома. Раз и два. И мы сейчас поедем. Наверное, сюда, а потом туда. Ну, все. Едем к этому дому. Будет прикольно, если на дорогу сейчас выскочит Йети прям. Лицом к лицу я его увижу, встречусь. И он мне скажет, ты меня искал? А я обосрусь, выйду из машины и убегу. Дороги Waterder недоступны для проезда. Зачало необходимо ее, типа, расчистить. Что-то новенькое. Но, тем не менее, я по ней еду. Я ее, видимо... Ну, так как мне надо расчищать, я по ней имею право или что. Я немножко не понял. Ее надо расчистить, но я еду по ней. Доехали до дома. Тщательно очистить территорию. Здесь платят 200 баксов, но если хорошо поработать, то будет 300. Давай посмотрим, что убрать тут нужно. А, тут совсем ничего. Просто подъезд к гаражу и вот эту часть. Да, мы сейчас махом это сделаем. 5 минут или 3 минуты мне нужно на все это. Мне так кажется. Достаем нашу могучую, профессиональную лопату. Поехали. Вот, собственно, мы и почистили уже и тропинку. А, опять! Опять эта тема! Ну, слава богу, хотя бы не в дверь хозяевам. И мне заново это все чистить. Обалдеть! Кстати, в комментариях мне писали, что это луч Йети. Он специально это делает, чтобы подкинуть мне работенки. Короче, ну, нет, это не луч Йети никакой. Это просто Саб-Зиро тут пуляет из Мортал Комбата. Да, блин, это просто баг. На самом-то деле это баг. Так, если бы это был за Саб-Зиро, я бы пошел ему еще жопу надрал лопатой своей. Ну, так не делается просто. Я только расчистил всю эту дорожку и... Опа! Либо это... Пройски хозяев. Из-за того, что я вот так вот взял и перекрыл здесь. Кстати, а что будет, если я сейчас открою ворота? А, ворота сквозь губу этого снега, да? Просто открываются, никаких проблем. Ну, ладно. Допустим. Дальше. Вот эту зигзагообразную. Надо все убрать. Тоже тут сейчас потопчусь. Можно, в принципе, вставать, кружиться. Вставать, кружиться. Так тоже пошустрее получается. И у меня что-то закружилась башка. Я лучше побегаю. По-стариночке. Все, давай снег убирать нафиг. А то я за три минуты не успею. Надо рекорд побить. А я уже не побью. Там долбанный луч со сквотча у нас появился. И я же по второму разу его убирал, этот снег. Поэтому рекорд точно уже не смогу побить свой. За две минуты. Ну вот и все. Территория зачищена. Быстрее бежим к почтовому ящику. Четыре минуты. Эх, долговато, долговато. 300 баксов получили. Это была нелегкая работа. Но именно так вы работаете с директором школы. А, это директор школы был. Довольный директор рекомендовал вас своему соседу. И дополнительно заказал строительство дорог к школьной площадке и самому полю. Строительство дорог к школьной площадке? Я вроде строительством-то и не занимаюсь. Я только дороги чищу. Ну ладно. Здесь где-то есть артефакт. Помните. Однако что... Что-то я не успел прочитать. Ну, вот у меня по карте показывается меточка, что где-то... Где-то здесь. Где-то здесь. Давай раскопаем. Или, может быть, за забором? Надо покопаться. А, подожди. Мы же можем посмотреть, что мне тут писали. Здесь есть артефакт. Помните, однако, что некоторые видны только ночью. Нужно ночь подождать. Ну, я, тем не менее, здесь раскопаю сейчас. Ночь наступит. Я прибегу и посмотрю, есть тут что. Нет. Кстати, уже, наверное, сейчас ночь наступит. Короче, нифига не ночь. Утро наступило. О! Снежный луч. Ха-ха! Он через дом прошел. Ясно. Ну, мне хозяин, в принципе, уже денег заплатил. Поэтому не страшно. Я могу, ну, максимум, что это, только утрамбовать это все. Забавно это выглядит со стороны, на самом-то деле. А если я вот тут вот... Опа! Мои ноги здесь остались. Ну что? День заканчивается? Нет? Дико не хватает часов. Прям капец. Потребление XXXX. А у нас на дворе уже ночь. И пора бы артефакту появиться. Где же ты? Артефакт. Я тут уже прилично все раскопал. Может быть, он все-таки за домом? Да. Пойду за домом покопаюсь. Возможно, там. Раз ночью даже он не подсветился. То как бы... Других вариантов нет. Где-то здесь, да? И что-то нифига. Вон он! Он все-таки там! Нашелся! И что же это за артефакт? По-моему, он такой же, как я нашел ранее. Сегодня. Так же светится. Только фигурка в нем какая-то другая. А нет, такая же. Первый артефакт. Да, это уже не первый. Это второй. Он определенно будет полезен когда-нибудь. Когда-нибудь. Когда это произойдет. Ну, в принципе, все. Можно ехать к следующему дому. К последнему. По карте сейчас посмотрим, как удобнее туда... Нам нужно будет сейчас очень большой крюк делать. Тут мы, наверное, спустимся и туда поедем. Прямо включаем маячки. Нифига себе тут снега. Я сейчас еще с этой горки укачусь нафиг куда-нибудь не туда. Тормозим, если это вообще работает. Тормоза вроде работают с горки. Несмотря на то, что тут очень скользко. От первого лица, мне кажется, более эпично будет смотреться. Максимум скорости. Посмотрим, что со мной произойдет, если я буду гнать просто как не в себя. Опа! И все, мы врезались. Зато мы быстренько добрались до дома. Тормозим. Выходим. Какой огромный дом. Здравствуйте. Что тут нам нужно сделать? Уборка снега. Обратите внимание на то, что находится в сарае. Сарая. Пойдем посмотрим. Неужто там дети спят? Это гараж, это не сарай. А где здесь сарай? Подскажите мне, пожалуйста. Дом очень интересный. Там окно. Окно, а тут дверь. Любопытно. Там сейф, он не вижу. Здесь телевизор. Телевизор. А две одинаковые комнаты. А где здесь сарай? Кто-нибудь мне подскажет? Я немножечко запутался. Огромная территория все-таки. Сарай. Может, это вот это сарай? О, свет включился только что там. По-моему, тут слишком высокие потолки. Эээ, полы. Потолки-то они не так высокие, а полы прям вот по окна. Забавно. Может быть, здесь что-то? О, сарай. Да, это же трактор! Это же трактор. Но он горит красным, потому что это не мой трактор. Подожди. Но это же не принц третий. Не про него же... Нет, это не принц третий. Я зашел к какой-то женщине во двор. И вот техника есть какая-то, да? Мне же ранее говорили, поговори с принцем третьим. Он тебе поможет с техникой. Но это не принц третий. Ладно, давай мы, короче, здесь уберемся. Здесь, возможно, возможно, я как-то договорюсь насчет трактора. И он у меня будет. А трактор всяко по маневреннее, чем пикап. Пикап он длиннее. Что ж, давай, приступаем к расчистке снега. Это круто, это значит, что мне... Ну, я не знаю, может быть, она мне предложит его купить, этот трактор. А денег у меня и так не очень-то и много. А что она мне заплатить должна за территорию? 600 баксов, то есть 900 будет у меня. Возможно, на плуг нам хватит, хотя не факт. Там для плуга нужно 3700, а у меня будет прям впритык. Наверное, зря я спагетти купил в прошлый раз. В общем, протаптываем тут тропиночки и начинаем уборку. Будет сейчас тяжелый вечерок у меня. Поехали. О, да. За территорию, может, как-то выкинуть можно этот снег. Сюда выгребать его. А тут бы мне плуг пригодился бы. На тачке можно было бы заехать и вот это все быстренько расчистить. Убрал только половину. Ну, наверное, даже большую часть. И у меня осталось всего 650 калорий. Я уже подмерзаю. И мне тяжело перемещаться. Спагетти что-то как-то подкачало. Уж очень быстро ее калории из меня вышли. В виде пота и других биосоставляющих. Зато, как мне кажется, сейчас снег очень легкий. Плюс я иду медленно. И очистка происходит более массивно. И есть еще один плюс от того, что я медленно хожу. Легче утрамбовывать снег. Так что во всем надо искать плюсы. Ну вот, в принципе, и все. Территория убрана. Я жду, когда меня похвалят. И в качестве похвалы мне заплатят денежку. И подарят трактор. Ну, конечно, насчет подарят трактор. Это я кубу, наверное, раскатал. Мне, скорее всего, на него скидку предложат, скажут. Может взять его там за полцены. Или, может быть, в аренду. И мне придется по 300 баксов в день платить за него. В общем, сейчас узнаем. Хозяйка, я закончил. Почти 20 минут я убирал эту территорию. Все из-за того, что у меня было всего лишь 100 калорий. Не было энергии на это. Молодец! Спасибо, меня похвалили. И заплатили 900 баксов. Это был успешный день. Я тут, по-моему, неделю провел, убирая территорию, а не день. Ты говорил с владельцем? Нет, я еще не разговаривал. Видели, что в сарае? Видел, трактор стоит. Поговорите с владельцем участка. Может быть, мы сможем о чем-то договориться. Мы? Ну, раз мы, то давайте поговорим. Где владельца? Владелец! Владелец. Он где-то вышел. Владелец. Ты где? Блин, я бегать не могу. В тачку сейчас сяду. Короче, по территории его покатаюсь. Может, найду. Территория огромная. Он, скорее всего, где-то на ней стоит. Зараза, я пока дойду. Это же сколько дней пройдет. Давай же, коваляй! Я на деда похуй. Кстати, как насчет моих глаз? Что-нибудь с глазами там у меня произошло? Они вылечились? Нет, я до сих пор черноглазый. Дьявол. Демон. Заезжаем на территорию хозяина. Надеюсь, он не против. Я по работе заехал. Хозяин-то где? А, вон. А, это не хозяйка. Это хозяйка, извините, пожалуйста. Сейчас еще до нее доковылять же надо. В каком она пуховике? Как мафиоза какой-то. Я иду. Иду! Дождитесь меня, пожалуйста. Не уходите. Суровая бабка. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо за вашу хорошую работу. Поскольку нет мужа, никто этого не сделает. Территория очень хорошо поддерживается. Давай скажем ей так. Как бы немножечко подсластим пилюльку. Вы можете видеть, что территория очень хорошо ухожена. Вы заботитесь обо всем. Теперь, если нет мужа, то, вероятно, эта ферма разрушится. Ой. Что случилось с вашим мужем? Рассказывайте. Мне трудно об этом говорить, но его больше с нами нет. Работа на нашей усадьбе была для него очень утомительной. Это было нелегко. Мне жаль это слышать. Наверное, это скажу ей. Я заметила, что ты самостоятельно убираешь снег у себя. Да, при помощи лопат и подручных средств. Обработка такой площадки – это нелегкая работа. Спасибо, что вы подметили это. Это для меня прям лучше, чем похвала. Для этого есть транспортные средства, но у меня их как бы нет. У тебя есть мой телефон? Можно и так сказать. Давай намекнем про транспортное средство. Для такой работы есть специальные транспортные средства. Такие маленькие трактора с плугом. Заглянул в сарай ее и такой говорю, ну, есть как бы трактора, но у меня его нет. Когда-нибудь я куплю один. Но они ужасно дорого стоят. Вот, наверное, я это и скажу. Это правда. Я была в ярости, когда мой муж купил это. Ну, то есть трактор. Извините, мне нужно вернуться к себе. Могу ли я помочь чем-то еще? У тебя есть мой телефон. Можно и сказать, что я видел трактор у вас. Ну, давай скажем. Я видел такой трактор в сарае. Жаль, что он так ржавеет. Может быть, я куплю его у вас? Звучит разумно. Я продам это за один доллар. Вы согласны? Серьезно? За один доллар? Я проверю ваш кошелек. Не лезь к ней в кошелек. Не надо проверять ее кошелек. Она у тебя есть мой. Проверь свой кошелек. Так что вы согласны? Вот ключи, а трактор в сарае. Что, серьезно? Она мне просто взяла и ключи отдала? Спасибо. Я возвращаюсь на работу. У вас есть мои контакты. Так что звоните в любое время. Бабуля, можно я тебя рассею? Просто спасибо тебе за трактор. Она реально мне дала ключ? Она одолжила тебе трактор. А, в смысле, она одолжила? А я тебе доллар-то за что заплатил? В смысле, одолжила? Такая, типа, бери в аренду. Ну, слушай, это круто. У нас есть трактор. Мне теперь нужно как-то отсюда увезти трактор и тачку. Поехали, короче, на тачке вначале. Я знаю, что я сейчас сделаю. Я еду домой, хаваю. Покупаю питательные батончики, круассанчики. Все вот это вот. Нет, вначале мы покупаем плуг. А то вдруг я напокупаю круассанов, и мне не хватит на плуг. Что это? А что? Где я? Что застрял-то там? Давай, выезжай, машина, машина. Выезжай. И подведи меня. Все. Покупаем плуг. Потом круассаны или что-нибудь праздничное куплю. На что хватит денег. У нас все-таки будет трактор и плуг. Надо отпраздновать это. И после празднования еду забирать трактор. Приехали домой. У меня тут почему-то ворота светятся. Надо их открыть, закрыть. Странно как-то. В ящике почтов ничего нету. Вы не можете передать работу. Но это и понятно. У меня тут все огонь. У меня территория расчищена. Кстати, сейчас, если будет плуг у нас, мы можем территорию свою полностью расчистить. И, возможно, мы на ней что-нибудь найдем интересное. Но это чуть позже. Сейчас нужно поесть. Нет, сперва мы покупаем плуг. Да. Покупаем плуг. А потом уже есть плуг. Купить. 3,750. И у меня еще останется там 116 долларов. Давай возьмем что-то праздничное. Вот сатей. Мясо с овощами. Либо с пакетик, либо салат. Ну, давай вот самое дорогое купим. Два блюда. Вот. И газировочка, и вот кока-кола. И что это? А, это просто сода. Содой запьем. Отпраздным, так сказать. Где там у меня сатей этот? И сода. Вот, уже жить можно. Кстати, а что я тупанул? У меня два куросана с собой были. Я даже в карман не заглянул. Где там наш плуг? Мне плуг привезли? Нет, плуг Плуговский. Курьер, 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 курьер. Вон он. Вот она, радость моя. Какой красивый. Совместим со светом, пикапом. Размер такой. Эффективность 12 метров квадратных в минуту. Максимальная скорость 30 километров в час. Потребление 0%. Потребление это, видимо, прочности или что? Сейчас подгоним пикап и попробуем подключить его. Присоединить к машине. Этот плуг. Подъехали. Вы можете установить плуг. Впрягаем плуг. О, да! И теперь мы можем им управлять. Поднять или опустить плуг. Вот таким вот образом. Или же повернуть направление плуга. То есть, в какую сторону он будет чистить снег. Ну, что я тебе хочу сказать? Опускаем его и давай территорию свою чистить. Ёлки-палки. Как это удобно. Ты посмотри, какой объем сразу у нас чистится. Офигеть просто. Но будь у меня трактор, это было бы гораздо удобнее. Трактор поманевреннее, поменьше. Не то, что этот пикап. Пикап еще и как корова на льду. Надо шины поменять. И тогда, может быть, это будет лучше. Ну, слушай, мне нравится. Вот, дерево въехал. От первого вида что-нибудь... Ну, от первого лица вообще ничего не видно. И непонятно, как плуг ведет себя. Хотя... Вон, есть меточки на плуге. Вот такие антенки. С той стороны антенку не видно что-то. Подождите. А где антенка? Вон там антенка, но она заснеженная. Или это не антенка? Короче. По антенкам тоже ориентироваться не очень хорошо в пикапе. Так что лучше чистить от третьего лица. Ну, слушай, что хочу сказать. Это круто. Теперь мы можем чистить дороги. По заданиям что-нибудь новенькое появилось у нас. Давай посмотрим. Карту открываем. Нет, слушай, дома красные. Это то, что мы почистили. Есть еще дома повторной очистки. И вот трактор нас ждет. Поехали его забирать. Сейчас заодно и дороги почистим тут. Ну-ка. Поехали, тачка. Максимальная скорость какая у нас тут будет с ним? С этим плугом. О, на дрифте. И с плугом. Вообще огонь. Ну что, здорово. Мы сейчас дороги еще расчистим. И станет приятнее ездить тут. Мне. Жильцов-то я тут не видел, чтобы по дороге кто-то катался. А вот я частенько тут гоняю. Так что для себя родиненького чищу. У меня, короче, созрел коварный план. Я посмотрел на карту. И понял, что можно сделать. Смотри, что. Машину я здесь оставлю. Я сейчас поднимусь сюда наверх. И вот с этой дороги попробую перепрыгнуть сюда к дому. Тут же горка, по идее. Я должен спуститься. Прибежать сюда. Взять трактор. И вот тут как-то так объехать. Вот отсюда выехать, получается, на тракторе. И вот так подняться. А тут у меня будет уже машина ждать. Короче, просто мне неохота везти туда пикап. Менять его на трактор. А потом опять как-то бежать за пикапом. И забирать его оттуда. Это слишком далеко. Ну вот, я прибежал. Мне как-то отсюда надо спрыгнуть. О, заправка! Кажется, это заправка. Отсюда нужно как-то спрыгнуть. А как мне это сделать? Ха! Не так-то все просто, как оказалось. Есть идейка сейчас залезть на гору. И с горки как бы прыгнуть. Вот тут вот должно получиться. О! Вышло. Сейчас заодно узнаем, что со мной произойдет, если я прыгну с высоты. Огромная тут. Прямо очень огромная высота. Опа! А ничего со мной не стало. Я реально, походу, не человек. Тракторешечка! Ты заждался у меня здесь, пупсичек. Теперь ты мой. Ключи у меня есть. Забавный. Ладно, поехали. Слушай, этот трактор напоминает газонокосилку. Что случилось? Что мы не едем? Эй! Блин, я на... Блин, я на... Заехал на поребрик. Мне, пожалуйста, аварийную службу вызовите. Спасибо. Прямо к дороге выкинули. А где? А где я нахожусь-то вообще? На какую дорогу у меня выкинули? О! Мне, короче, нужно ехать вот сюда, потом вот... О! Нормально меня эвакуировали. А трактор-то не очень небыстрый. Он маневренный, он маленький. Удобный для уборки снега по территории. Но ехать я на нем буду очень-очень долго. Зато теперь во всей красе я могу увидеть себя в шикарном оранжевом комбинезоне. А еще что мне нравится, то что... Ну, трактор, в принципе, и развивает небольшую скорость. И ему пофиг на лед. Он едет послушно, как по рельсам. Вот мы и добрались до пикапа. Сейчас попробую плуг перекинуть. С машины на трактор. Отстегиваем. Отъезжаем. Припаркуемся как-нибудь так, чтобы не мешать трактору. Вот, чтобы от третьего вида это сделать. Вот так вот встанем. Какой прекрасный день! Не, давай от первого вида подъезжаем сюда. Зацепили. Ну и все. Опускаем и поехали. Ё-моё! Вот это кайф! Вот теперь кайфово жить и убирать снег. И заодно и бабки получать за это. Одно удовольствие, а не работа. Вот к чему я стремился. Вот на что я копил бабло. А если бы я сейчас купил профессиональный инструмент по уборке снега электрический, то не было бы у меня плуга и был бы трактор. Но я бы не смог им чистить дороги. Вот так-то. Нужно включать мозги. Но электрический профессиональный инструмент мы все равно купим. Потому что при помощи трактора мы сейчас заработаем огромные бабки, я думаю. И сможем позволить весь ручной инструмент себе. Ну что хочу сказать. На сегодня это все. Если тебе понравилось, если ты хочешь увидеть продолжение, то с тебя лайк и подписочка. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи!